Тут у нас на обе, тут проток такой, расширяют пирс, и большие экскаваторы, машины идут, и он захватил провод, у меня от телефона модем, и он захватил и порвал, и мы до глубокой ночи сами все лепили, а сегодня пришла команда оттуда, телеком, и они размонтировали, я вышел, они тут, ну я их заснял, потом вставлю здесь ролик, довольны, я им дал на наши ресурсы, поехали рукой помахали. Ну слава Богу, Геннадий Тихонович, я хотел прояснить вопрос Лона Аврамова, где она находится, в аду место какое-то, или где она, где она Лона Аврамова? Ну, видите, евреи говорят слово Шаол, вот нам лучше всего расстановиться на этом слове, Ян Затауз говорит, когда спросили, а где пророк Илья, чем он занимается сейчас, он говорит, чего в Библии нет, а то мы не рассуждаем, вот ответ. Этот вопрос к Богу, а Бог не ответил, но это не рай и не ад, это какое-то место, где находились они, Ян Затауз говорит, так, кто кого увидел? Бога, Бога увидел Аврама, Аврам его видел, не написано, это означает, вот допустим, у меня окно не зашторенное, и меня из темноты все видят, а я из света в темноте вижу, значит, Аврам, предположительно, находился в светлом месте, но оно и по смыслу попадает, а Бога в темном, почему, говорит, тьма кромешная, видите, подтверждение. Теперь, ну а я молюсь, что из этого? Из этого следующее, что я не саддукей, я признаю, я не адвентист седьмого дня, душу признаю, не свидетели Иеговы, я признаю, что есть мущение и рай, а они, мущения нет, значит, всего, то есть, то, что я молюсь, это уже очень хорошо, что, во-первых, я не потерял единство, заботу, а почему? Потому что Господь говорит, творю все новое, новое все заповеди, десятисловие начинаем, когда смотреть, оказывается, что не убей, а я говорю, кто гневается, видите, на какую ступень поднято сразу, не прелюбодействую, а кто посмотрит, прелюбодействовал, то есть, и так же, чти отца и мать, чти отца и мать, это здесь обиходь, в новом завете, это значит, заботься, я в загробной участии, я не говорю ее изменить, а это означает, любовь простирается за грань жизни, для нас смерти нет, все живы, и смотрите, сколько положительных качеств, которые исходят из того, что православные молятся, но не по-католически, что там Шиол, теперь ему легче, тема бы выйдет, мы можем думать, но не говорить, это мое мнение мое, а не распространение, и вот теперь, те, которые не молятся, что? А тоже ходят, святые возносят, тоже хоронят, там говорят, я видел, как у баптистов хоронят, очень хорошо, песнопение понятное поют, но они прямо говорят, ты там, за той стороной, у Господа, брат, вот они как раз ошибаются, а мы говорим, упокой, Господи, раба твоего, а они поют, как ужас, свершившись в факте, что непременно там, а вот они попадают как раз по 2 Коринфянам 5-10, не спешите, мы не знаем, Писание нам не дает уверенности, Павел даже не имел уверенности, а что про нас говорить, потому что мы так говорим, нет человека, и же живи на земле, и не согреши их, ну и так понятно, а то, что говорилось Соломону в продолжении потомков, 88-й Псалом, еретики, стектанты берут в себе, если сынобья отступят, я накажу их, но милости не отнимут, я хоть как грешить буду, но я уже спасен, я все равно буду в раю, это обольщение от сатаны, и так, кто стоит, Павел говорит, не гордись, но бойся, те отломились неверие, а ты держишься верой, в послании Кринма, когда говорит 11 глава, о чем? Совесть моя должна помогать мне, а не обманывать, и совесть моя говорит, что Павел сказал правильно, 1 Коринфян 4,5, никак, мне говорят, да как же церковь канонизировала, еще раз повторяю, я молюсь, повторяю 75 имен, пророков, апостолов, святых, там церковь канонизировала, кого, Иоанн Кронштадтский, царь Николай и прочее, канонизировала, я за это не отвечаю, но мое сердце не против, но канонизировали Иосифа Володского, я ему не молюсь, это Сталин был в православии, он все время сдал еретикам смерти, добивался, казнили, жгли, так что не спасем, не знаю, но сердце мое не расположено, Иосифу Володскому я не молюсь, я конкретно говорю, а еще кому, да зачем тебе знать мою тайную молитву? Я скажу, что кого церковь канонизировала, я признаю, притом мое сердце канонизирует, как бы в кавычках говорят, и тех, которых нет. Вот, допустим, Родридец был там где-то в Бразилии, где-то же, или Парагвая, и он выступил против тех, которые старались выдавить там, которые были, партизаны такие, и они искали на него, он архиепископ католический, когда он как-то все среди людей, не могли его убрать, а он вышел с чашей прищищать людей, а сзади один подошел там где-то из автомата, как дал очередь, и все упали, а он стоит, и тогда его снайпер раззаготовил, и снайпер его убил, а я сижу в тюрьме. Когда я услышал по радио это дело, я вам говорю это, но я православный, мне это не касается, но моя совесть подсказала, он святой. Я сразу помолился, Родридец, мне тяжело здесь, откроился там, чтобы я мог, значит, сердца из грешников открой, и грешники начали каяться сразу, прям по нескольку человеку, вчера 7 человек с вами молились ночью, а я их не просил, ночные молитвы. Это я рассказываю, это как фантастика какая. Вот мое сердце его канонизировало. Я не, это употребляю так, это в общепринятом, ну то есть я понял, он святой. И вот Данил Сысоев, да, я в чем-то был не согласен. Ну вот пришел кто-то, его ищет, и прямо ему стреляли в горло, видно, что это настоящий снайпер, его убили. И сегодня меня, вот перед вами спрашивали, какое отношение к нему. Вы же с ним что-то не согласны были? Ну не согласен, когда он говорил о старобрядцах. Неправильно, старобрядцы это князь Владимир, который крестил. Ты вы кого? Сергий Радонежский, Антоний, основатель монашества. Это все старобрядцы. В Байперсе там речь идет об обряде, старобрядцы. А теперь церковь-то приняла, как зарубежная и наша патриархия здесь, что равноспасительно то и другое. И уже Алфеев, митрополит, служит по старому стилю, там в обреженных храмах Сахаров, отец Кирилл Игумен на Берсеневке от храма Христа Спасителя метров 200 здесь. Вот я попутно это беру. И поэтому надо смотреть, что именно. Вот он там не так понимал, ничего не значит. Мое сердце канонизировало. Я ему не молюсь, но я понял, что... И в церкви стали считать его произведения, я сразу сказал, нет. Книги не канонизированы. И у нас все время считается Иоанн Златоуст, Байтер Иоанн Кроштадский, там другие святые отцы после проповеди, это сказать, после богослужения. Внутри даже богослужения. А еще неправильно говорить, я исследовать не буду. Церковь не утвердила. Еще ничего нет. А на это есть канон. В церкви считается то, что утвердила Святая Вселенская Церковь. Он говорит, так вы, как Андрей Кураев, выгнать его, ну как-то баптистка там со старобряческим смесью. То есть я Библию люблю проповедую, это баптистка. Люблю порядок, это старобряческая. Андрей Кураев, умница, такой был здесь, но он для народа преподал так. А они, ой, это что-то непонятное. Непонятное? А что непонятное-то? Вот я веду занятия, допустим, в пяти университетах, тринадцать школ, пять отделов милиции, городской и краевые УВД, все воинские части, заводы и фабрики. Это все мое. Три радиопрограммы еженедельно, одна онлайн-часовая идет. И что? А ничего. А против кто говорят? Я никому не угождаю. Я говорю, когда вопрос задают о патриархе, другой отвечаю согласно Слову Божию. Так судить? Не надо судить. Вот я их разбираю, ответы. У меня в книгах 38 в бумажном варианте томов вышло. И вот он говорит так. Я говорю, вот, задали вопрос патриарху Алексию? Ответ. 60 вопросов. Из них 8 или 9 процентов только правильно, остальные неверно. Да как так? Но я доказываю, беру, книги помещаю. И что он говорит, и как надо было. Будущий патриарх Кирилл. Точно так же, эти же самые проценты. Не больше 10, правильно. А я пишу, как ему задали корреспонденты, как он ответил и как должно. Максим Козлов, очень известный такой, старообрядческий митрополит. Точно та же цифра. А почему? У них главная ошибка у всех та, что они думают, люди пришли к нему. Вот я не понимаю. Я так понимаю, вот, вы, Александр, вы пришли не ко мне. Вы пришли к Богу, чтобы Господь моими устами, как трубой, изъяснил вам Слово Божие. Показал, что Бог об этом думает, и говорят святые отцы. Я своего-то вам ничего не сказал еще. Я сказал только мое внутреннее чувство, не осуждая только и всего. Никаких толкований цитировать ничего не надо. Вот что мне дает молитва за умерших, ежедневно, за всех. И которые в вере и надежде. Сегодня лгут в православной церкви. В вере и надежде он дня не жил. Помяни раба твоего. У кого? Отпевает? У кого? Генерального секретаря Брежнева. И дали деньги хористам. Тогда еще советская власть была, чтобы отпели его там, 82-й год, и поют раба Божия. Или Ельцин умер. Там протодиакон такой. Помяни, Господи, раба твоего первого президента России. Богу, ну же эти президенты. Когда вся земля из космоса не видна даже. Даже меньше молекулы. Со всеми нашими президентами. А они-то кто? Масоны их поставили. Как Америка. Еще попутно сказать. Дональда не выбрали. Этого сказать. Рони. Рейгана. А которые там мальчишек, миллиардеры-то. А еще там синие, зеленые, демократы. Все это будут кто за кого. Консерваторы. А он отошел, печальный артист. А он подошел, похопал по плечу Рони. Следующий ты будешь. То есть, этот еще не отпраздновал. Еще дня не был президент избранного. А уже Рони будет. Так он встал. Теперь все это печатает. Ну не надо на это серьезно смотреть. Власть установлена от Бога. А какая? Мужа над женой в раю. Власть с родителями, детьми. Власть в животных. Одна на другой, которая знает. Златовуц говорит, вот где власть была. А это бывает попущено Богом. Промасонина Америка. Весь этот разврат, который у нас. Оттуда все это идет. Я могу назвать дату, когда переодели всех женщин. Все в брюках, никогда не знали. Посмотрите снимки, которые идут в войну, после войны. Америка все заразила. Все в женской переоделись. Я ездил, много смотрел. И все. Ну, наши-то сестры не переоделись. Вы же считаете, видите, какие есть. Значит, надо работать. Доверяться Богу. Живым и мертвым донесено будет Слово Божие. Так что правы православные, но не во всем. Более правы в рассуждениях, баптисты, сектанты. Но они не правы в конечном результате, что они не молятся. Заранее утверждают, они в раю. Они молятся, это песнопение на похороны, почитайте. Песни Возрождения, которые у них там есть. Песни их-то. Я недавно был на похоронах, хоронили этому баптисту. Да, они поют. Так что, брат Александр, просто так. И вы не бойтесь им сказать, сказать, в этих рассуждениях вы правы. И вы покажете, что вы серьезный, настоящий христианин. И вам можно задавать вопросы. Меня интересует, что говорит Святая Библия. Вот, она у меня здесь на столе. Я ей занимаюсь. 57 лет непрерывно, ежедневно. И днем, и ночью. И считаюсь, что я святых. Вот у меня, когда судили, я насчитал примерно 50 книг. 12 томов Златоуста. Это все на нашем сайте. 12 томов Жития Святых, 5 томов Добротолюбия. А почитайте. А считать некогда. Я когда включил, в наушники слушаешь. А почему сделали это? Я никак не мог по-другому. В то время нельзя было. А то он в студии, на 10 магнитофонов, в одном направлении, две дорожки, на скорости в 4 раза больше. Это я мог сделать. Насчитать, а потом оригинал поставить и пошел строгать. А потом, а потом, вот, до свидания. Это тоже признание заслуг перед Богом. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда. Надо всегда, Павел, прикованный к стене, пишет филиппистам 11 раз. Радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Великая радостная вещь. Спаситель воскрес. И он умер. Он доказал любовство и тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. И вот начинает судить. Я когда в чатру летки тут беседую, видите, сколько роликов там, мусульмане. А на другой вере. Я говорю, это, ой, наша книга. А тут, что, Коран. А тут, прочитать не можешь. Я говорю, а тут баран. Все ты. Да у нас одно и то же. Эй, брат, все другое. Самая главная ложь заключается у тех, которые не верят в воскресение Христа. А вы говорите, и сани умер и вознесенные. Самый главный удар сатана нанес, 2 миллиарда этому верят. А остальное, что вы храните девица, дружную, умеете головы резать. Это на втором плане. Я говорю, сколько битв провел Христос на земле с оружием в руках? Сколько. Он и Петру сказал, вложи меч. Ваш предводитель сколько? Ни один не может ответить. Я говорю, 72. И только два были оборонительных. Остальные захватнические. Караваны грабили. Маленько. Как знаю? Они против, ни один не скажут. Почему я назову ему страницу. Корану я посвятил один том. Разбивая пасурам, айятам. Сколько букв. Когда там поминается Ибрагим, у нас Авраам. У них Сулейман, у нас Соломон. Я все показываю. То есть тот, кто писал у них Коран, он знал, есть Соломон, но ничего не мог сказать. Из четырех их Соломона ни одного стиха не привел. Пишет, давай это, Давыд. Ну, молодец. Поминает его. Ну, Давыд, Апсалтир, мог хоть один Солом-то сказать? Нет. Потому что он купец был, он любопытный был. Он слышал, что то и записал. Он хорошо отозвался. И что интересно, если у нас 1200 раз называется, у них там 20 или 30 раз герой какой-то. У них Коран меньше нашего Нового Завета в 5,6 раза. И меньше Нового Завета в 1,16. И чтобы Коран прослушать, по одному часу сколько, ни один не ответит. Я говорю, 14 часов и 35 минут. Ни один не знает, почему это мои наработки. Я с ним работаю, полностью весь разбираю. Не нападая, ничего. Просто сравнивая, и они это знают. Вот как. У меня табу слова. Я не поминаю никогда Аллах, никогда Коран, никогда Мухаммад. Ну, когда с ними разговариваю, спросят, скажешь, почему это ваше. Я проповедую Христа. Я вам свидетельствую. Верующий в Сына Божие имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни. Но вне в Божии пребывает на нем. Вы говорите, Библия хорошая. Внимательно. Да и там испортили, переписывали. Нет. До одной буквы целая. Черта и иота не пропадет. А дальше смотрите как. Деяние 4,12. Нет другого имени по небу данного человеком, которому бежал бы нам спастись. Кто не щит сына, не имеет отца. Галатам 1,8,9. Кто будет говорить не то, что мы говорили, даже ангел с неба, даже джебраил, как вы говорите. Анафема. Иоанн пишет в 4 главе 1 послания. Что? О том, кто не исповедил Христа, пришедшего во плоти. Дух Антихриста. Пришедшего во плоти. Пришедшего. То есть он был. Был до этого. И он пришел во плоти через Деву Марию. Он умер за нас. Это было еще в Ветхом Завете. Змеем. Так, змей вознесен был. Так, надлежит быть вознесен. Я с ними много беседую. Они не знают ничего. Они сразу убегают. У меня ролики есть, мы в доме мулы нащевали на нашей поездке. Как-то беседовали. Я взял за темы 6.23 римлянам. Возмездие за грех, смерть. Все присутствующие согласились. Да, и у нас так же. Я говорю, человека взяли за убийство. Ребенка. И мать убил. Бывает такое? Бывает. Утром вы его казните. Скажите, может он спастись? Нет. Аллах таких не принимает. Вот. Вот она, разница, уже порог. Да он должен добро творить. Какое добро, когда его прямо на виселицу ведут и вешают? А мы знаем. Разбойник на кресте уже повешенный. Воззвал и услышал. Ныне же будешь со мной в раю. Разница есть? Значит, прошу вас. Знаете такого щенгизаитматого писателя? Ни один не знает. Всемирно известный писатель. Они вообще ничего не знают. Киргизский. Герой социалистического труда. Не задолго до смерти написал роман «Плаха». И корреспондент с литературной газеты спрашивает. Там щенгиз, Ахматов или еще как. Вот вы мусульманин? Он говорит, да, мусульманин. А почему у вас главный герой христианин? Он говорит, Мухаммад много добра делал, а умер за людей Христос. Это большая разница. Одно дело я отдам кусок хлеба, а другое дело жизнь. Вот ответ. Нет, даже он, даже мусульманин, и он понимает, это недосягаемо. Даже не признавая его за Бога. А мы знаем, что это Бог, второе лицо Троицы. И Бога-человек, они не понимают. Как же так? Марк сказал, Христос, тебя не знаю в последний день. А как Бог не знает? По человечеству сказал. Им ничего нельзя доказать. А сказать надо. Я попутно вам это говорю. Я им говорю об умерших, как они есть. Ваши вопросы? Я хотел бы прояснить еще вопрос о том, что Господь же вывел, поменял место сада, вывел людей в рай. Значит, уже переходят из ада в рай. Иисус же вывел сада. Ну да. Это так. Они говорят, невозможно уже сада перейти в рай. Я говорю, ну Христос же вывел людей сада в рай. Ну что возможно? Написано, принял дары для человеков. Это пишет об этом в первом послании, 4 глава, 6 стих Петр. Для того и мертвым было благовествуемо. А зачем благовествовать, когда ни один не обратится? Ожидавшим его. Ожидавшим его. Это 3 глава, 21, 12 стихи пишет. Ожидавшим его. Тем, которые в новом потопе погибли. Да, вывел. Ну и на этом все на разговор. Но они согласятся. Но дальше сегодня ничего. Мы не утверждаем ничего. Мы молимся. Благодарим Бога на душе легко. Мы говорим... Они говорят, что проповедано. Это неправильный перевод. Там должно быть слово явил себя. Не проповедовал, а явил себя. Показался. Кто говорит, что неправильно переповедано? Баптисты не говорят. Говорят только самые заядные юридики. К сожалению, баптисты говорят. Перевод синодальный не имеет равных за 2000 лет. Не Мартин Лютер один переводит для немцев, а 4 духовные академии. И знания такие, о которых сегодня даже понятия нет у него нового переводчика. И они сравнивали, как это по-арабски, как по-латыни, как это по-еврейски, по-гречески. 4 перевода. Симота, Фидатиона, Акилы, Септуагинта. 4? Дальше. Как эти слова первые апостолы понимали? Как понимал Климент Римский, которому Павел передает привет? Он говорил проповедь. Это слово как он толковал? В каком смысле? Условом многозначимое здесь. Сейчас я скажу коса. А что коса? Косить траву. Коса у женщины. Коса, где мелкий берег идет. А я еще хотел сказать, по содержанию видно, о чем я говорю. Даже пары сказать. Пары идут, а пары бывает, там спахали поле новое. Так и здесь. Я в одном месте, в английском языке, нашел 18 значений одного слова. Слово кос. Это не сданный экзамен. И первая звездочка морского офицера и беременная женщина. Это настолько разное толкование, и все кос. Так что, по теме умерших, разговор закончен. Ничего больше нет. Другие вопросы давайте. Очень-очень рады, что мы обсудили с вами это. Ну, вам желаю дальше успеха в вашем труде, здоровья, сил. И вы делаете громадную работу, особенно среди тех, кто отпали от церкви. Те, кто находится вне церкви. И то хорошо, что у нас по слову Божьему. Потому что они не признают учения святых отцов, и с ними тяжело. Доказывать нужно только по Писанию. И, к сожалению, немногие опираются на Писание. Вот смотрите, они не признают. Я был в Америке, а тогда был просто секретарь, который сейчас у них, первый эрар, Иларион, Капрал фамилия его, русско-зарубежная православная церкви. И он возил меня к баптистам где-то далеко, побеседовать с ними. Баптистам на эту тему нужно просто сказать так. Скажите, вы когда возникли? Ну, они не могут назвать раньше 1609 года, когда Джон Смилт зашел в воду, положил на себя руки и сам себя крестил. Другого не было. В 1639 году в Роджесе первая маленькая община баптистов. Все. Ну, если 1517-м лютер, то вы через столетие пришли. А адвентисты после вас еще через два столетия, 1814-й. Так скажите, в 14-м веке вы были? Нет. Вы сегодня понимаете так. Скажите, а в 14-м веке как понимали? Были там люди, как вы понимаете? Нет, давайте, первый век кто? Апостолы. А во втором веке кто так понимал, как апостолы? Вас не было. Кто? Скажите, вы Библию признаете, что книги тут у нас, они 77 не признаются, а 66 только? Ну, ладно. А кто, как вы узнали это? В Евангелии было 20. Почему 4-е-то? Редко-редко кто знает. Один на миллион. И все это сохранила вам Святая Православная Церковь. 85-е правило апостольское. Пересчитываются книги, какие есть. Книга, которая ни разу не была нигде известна. Говорит. Это три раза, кажется, разные соборы утверждали список книг, оглавления. Это третья книга Ездры. И у нас даже у православных там где-то стихов 70 нету в 7 главе. Мы берем ее из католической, из бульгаты. Этот лист был утерян. Утерян и все. А кто об этих книгах упоминает? Те, 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 те. Как понимали первое? Вы как понимаете? Христос говорит, церкви будет образовать или церковь? Я вам говорю, как надо с ними разговаривать. Я создам церковь. Одну. Почему? Одно тело, одна голова. Где это наизвестно? Каласио 1, 18. Христос создает глава церкви, а тело церковь. Тело церковь. Ну, не бывает одна голова на четыре тела. Это не сиямские близнецы. И дальше начинаем с ними говорить. Назовите, пожалуйста, кто во втором веке. Кому уводим. Ну, неизвестно. Неизвестно. А мы назовем. Вот если вы зайдете на мой сайт, и там на другой стороне, библейский сайт, и там написано, начитанное житие святых. И вы ткнете в алфавитном порядке. Я расположил о житии святых 12 тогов. А не, январь, февраль, март. И вот на каждый день святые, которые не родились, а умрили когда. Бывает первый век, пятый, семнадцатый. И в каждый день вот так вот. Я их выбрал из 365 дней. Первый век. Только первый издал. С новой катушки. А оставшиеся дорожки заполняют творением из святых отцов. Второй век. Третий. Все с новой катушки. А теперь новая катушка. На катушке сторона 2 часа 5 минут. Вот, это когда 375 метров катушки были. Со скоростью 4,7 сантиметров. Вот. И теперь вот столько файлов. Каждая с эфиркой. Это 2 часа 5 минут. На одну пленку выходил. Ну, может на 4. 8 часов 20 минут. И теперь мы говорим, сколько в первом веке. То есть я дал впервые развернутую картину церкви. Их труды. Их имена. Как они выглядели, все описано. Покажите вы. Ничего нет. А Павел, говорит, поставил, во-первых, апостолами, пророками, учителями. Где ваши учителя? Ну, апостол. Апостолы? Не может так учителя. Запятая. Пророки, учителя. 11-28 мы считаем 1-й Коринфянам. Считаем Киписянам об этом же самом. Кто учителя? Заметьте, ни один не назовет. А их не было. Для них. Бокмелдеры теперь разные. Вот они этих знают. А этого не знают. И мы говорим, в 3-м веке. Давайте. 3-й век. Век это 100 лет. Никого. А мы называем так. Там все у меня есть. У меня найдете. 4-й век. Самый плодотворный. В это время церковь получила свободу. Ну, и проповедники пошли. Монастыри открыли. Канонизированные. Я беру те, которые известны. Известны. Ну, назовите одного в 4-м веке. Одного. Я обращаюсь к баптистам, адвентистам, 50-никам, харизматам. Их в Америке 21 тысяча названий. В Америке. Со мной тут один Джастов Уокер этот был. Ваш этот, молочник смеющийся. Бесноватый. И он говорит, 21 тысяча. Я говорю, я это знаю. Ты 21 тысяча первый. А я христианин просто так. Никифин, не Павлов. Просто христианин. Ну, где-то ты причащаешься. А зачем я дома хлеб преломлю? Ну, дальше я бы не буду спрашивать. Никакого отношения ты к церкви не имеешь. В церкви такого не было. Когда мы считаем 20 главу, там 22 стих, Евангелие от Иоанна говорит. Господь говорит, Дунул сказал, примите Духа Святого. Кому простите, простится. На ком оставите. Не останутся, а оставите. То есть это ведомые и ведущие. Кто это? Назовите учителя. Других учителями. Учителями, наставниками. Назовите наставников учителей. Ни одного. То есть вы никакого отношения к церкви Христовой не имеете. Вы хорошие. Но Христос придет за церковью. Деяние апостола, 2 глава 47 стих говорит. И Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Они спасаемые, уверены. И прилагал к церкви. Зачем к церкви-то? Я нищие Христов хлеб ломаю и ем. Ну, дальше-то. Дальше они не разговаривают. Ничего не знают. Уже все. Православные. Я один раз проповедовал в одной общине. 470 человек было. Пресвитер встал. Мы вся община готовы сегодня перейти. Мы не церковь. Кто против? Ни один. Доказывать не надо. Вы возникли спустя 17 столетий. Христос не сказал корабль менять. Не сказал другое основание положить. Не сказал другую церковь образовать. Вы на одной лжи все строите. И про вас уже было сказано. А где? Число 16 глава. Дофана Верона и Корея. Живыми в ад сошли. Это самая страшная мера наказания за самое страшное преступление. Отделиться от церкви. Какой я ни на есть, я в церкви. Здесь ходатай, здесь молитвы живых и мертвых. И поэтому с нами разговаривали, они сразу скуреют. Почему вы не знаете, какое Евангелие профессор Марцинковский, уже не будущий православным, Владимир Филимонович, говорит, взяли 20 Евангелий, положили на престол, где совершается литургия. Чаша стоит. Запечатали, замки повесили. Утром пришли. Четыре лежат, Матфея, Марка, Луки, а на остальные валяются на полу. Вот как было. Он говорит, но если бы даже не так. Если, ну, никто не согласен с этим. То наше сознание, верующего человека, выделило бы. Там много выдумок. Там такое есть. Послание, допустим, Фомы указано, Иуды. Послание 12 апостолов, это, Евангелие 12 апостолов, басилистка, евреев. Иисус и Иуда играли вместе. Делали птичек там же, воронков. И у Христа получались лучше. А Иуда-то соскакивал и топтал эти глиняные. А Иисус подбрасывал их, они летели уже как живые. Это чудо было, да. А как же Канн, говорит, и в Каннист положил начало чудес. Все и опровержение, что этого не было. Как зато вот, говорят, выдумки пьяных старух. Вот и все. И когда они не знают, кто, теперь вы не знаете. А кто перевел на русский язык? Не знаете. Четыре духовные академии, сознания, которых нет сегодня. И вы готовы получили от православия. А у вас что сказано у Павла? Будут люди неблагодарны. Ну и что, бритые все, я говорю, бритые. В это никуда не денешься. Вы кому хотите подражать? Я с ними разговариваю. Так что, ну зачем вы это делаете? Да вот, ну у вас же изображение есть. Вот словарь Ньюстрима, изображение Христа, апостола, все с бородами. Посмотрите, Сексинская Мадонна Рафаэля. Пишет, католик бритый. Пишет, Рафаэль, у него не было бороды. Но папа-то с бородой. Ну вы сами посмотрите, в доме две мамы. Зачем? Мужу Бог дал власть. Под каблучники бороду снимают. Зачем? Как галстук. Кто не знает зачем? Масонский знак носят. Если галстук хотят, обязательно, чтобы было расстегнуто. Маленько приглядись. Начинаешь говорить, вижу, маленько задумывается. Ну теперь ты дай прорастеть им семена. Найди в третьем веке одного баптиста. Адвентисты. Ничего нету? Ну, еще что спрашиваешь. Их и не было. Ты не найдешь. А труды их ты будешь считать. Один говорит, я теперь пристог на этих творениях златоустых. Считаю. Да как это можно было отвергнуть? Вот как. Одиннадцать книг из Библии выкинули. И главное, одиннадцать. У нас семьдесят семь. Семь полнота, шесть. А теперь осталось шестьдесят шесть. Православные ни разу не издали шестьдесят шесть. А вы готовы взяли и выбросили. Прямо вырвали и бросили на пол. У нас тут одна сестра подобрала у баптистов. Знакомый. Я переплетчик переплетал. Ну, для наглости нет предела. Почему? Душа спит. Я иду на исповедь. Я прищищаюсь тела и крови Христовой. А вы еще прищищались. Воспоминания. Ну, взял хлеб, присвитер ваш называете. Он и не присвитил, а обманщик. Преломил. Что он вам дал? Хлеб. А почему виной он против тела и крови? Павел говорит, кто недостойно прищищается, виной он против тела и крови. Значит, взял хлеб, преломил и сказал, сие тело. Значит, не предобавляй к словам его. Нельзя. Не прибавляй. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово Господа чисто. Не прибавляй к словам его, дабы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Что там нету? Ты лжец. А учница жрецов, считая 21 глава, там 27 стих откровения, в озере Огненном. Вы сами себе назначили будущее место. Вам очень нужны молитвы за умерших. И баптисты мои поплыли. У них ни одного слова нет. Но вы возражаете. А как возражать? Ну нету. Если возражать, он должен назвать, кто у них там был, какой, Петери, Варфоломей. Не было. И наш перевод русский за 2000 лет самый точный, самый правильный. И языком русским, богатым написано. У нас чело, там лоб, глаза, очи. В Америке этого ты не скажешь. И там нет этого. На английском языке. Ну, лоб я думаю. Я тебе говорю, Господь, переведи. Господин, это одно и то же слово. Все. Ты никуда дальше не можешь уйти. Если сказал глаза, ай. А у нас есть еще и очи. Великий, могучий русский язык. И на него переведен эта Библия. Если бы другие народы знали русский язык, они только русскую Библию брали. А то неправильный перевод начинает. Там вот вы сейчас сказали. Неправильный перевод. Ты знаешь оригинал? Оригинал. Свидетели Иегова. Это лжесвидетели от имени Иеговы. Они издали всемирный перевод Библии. Там ничего нету библейского. Где написано, и три свидетеля на небе. И на земле они все эти слова выбросили. Это неправильно сказано. Написано один. Один и три это разное. Разное. Неправильный перевод. Этих переводчиков взяли, на них суд подали. Шесть человек. Судить. И только один из них сумел перевести полпредложения. Остальные вообще ничего не знают. Под именем докторские сбания и прочее. У нас если человек со знанием, то он со знанием. Как Александр Мень. Он еврей природный, прирожденный. Энциклопедист. Какие его знания были. Но это наш современный. Еврей. С еврейским языком работает, с оригиналами. Мы с ним беседовали. Я говорю, а вы могли бы перевести его как Вольсен, Данила Абрамовича? Вот так от меня. Да вы что? Таких переводчиков нет сегодня. Их просто нет. Это была эпоха, когда Господь их дал. Вот у нас писал фильмы, считаем. Евангелие от Матфея. Это все Герасим Петрович Павлов. Петрович. Вот. А откуда вы узнали? Ну, историю. Как он? А если мы этого не знаем? Надо спросить. Он воспитатель царских детей, преподаватель экономики, гебраист. То есть с еврейским языком занимается. Павский фамилия его. Павский. Герасим Петрович. А как церковь православная принимала? Боролась. И он для академистов, по их просьбе, перевел Ветский Завет один. И налитографировали 500 экземпляров. Перевод блестящий. Но церковники узнали. Подняли бунт. Кинули полицию. Изымали и сжигали их все. И три или четыре экземпляра спрятали. Потом они сгодятся. Когда против него уголовное дело. Его едва царь спас. А в Греции, когда перевели на знакомый родной язык, патриарх помогал. И патриарха убили. Чтобы получить эту русскую Библию, стихтарты должны день и ночь Бога молить. Что нашлись такие люди, которые перевели и не сказали неправильный перевод. Я говорю, ты говоришь неправильный перевод. А как в оригинале звучит? Он не знает. Он не может ничего сказать, перевести. Но я говорю, я беседую с англичанами. Часа два. И больше часа, помню, беседовал. Я сам заметил, два раза небольшую ошибку допустил. Я их заметил. Но мои знания микроскопические по сравнению с теми, которых я считаю. Мне это дано понять. Что я очень хорошо знаю, что ничего не знаю. Хотя самостоятельно, перед обращением, я на семи языках занимался. Но все это только по определенной области. Военная, допустим, политическая. А вот слышал библейское и поплыл. Теперь уже, когда считаю, теперь я знаю. А это знали все. Полиглоты были. У вас другие вопросы есть? Вы понимаете, Игнатий Евгеньевич, в ваше время были баптисты еще скромнее. Они даже не называли свое собрание церковью. Они недавно церковью начали называть. Во-вторых, они имели хоть как совесть. А сейчас они говорят, а мы были в первом веке. Я говорю, а где? Мы там были, такие боги всегда были, отделенные от церкви. Они держались чистоты. Кто это такие, они не называют. Но они были. А кто упоминает о них или где, как были? Они бесследно исчезли. Знаем даже монахи, которые ничего не делали. Женщины такие, как Мария Магдалина. О них пишется. И у нас такие были в течение 20 веков. Ну, кто такая Ксения там петербургская, Матрёна там московская. Но о них упоминаются. И люди знают. У православных все фиксируются. Как-то не знали. Еретиков знают, какие были. Вы еретикария знаете, Нестория знаете, Патриарха, Евтихия и Архимандрита. Все ереси, монопилиты, монопизиты. А вас нигде не было. Не было. Были, которые, как вы, очень похожие, не имели рукоположения от апостольских времен по нисходящей. Их назвали безголовые. Это не обзывание, а так. То есть глава нету. Глава – это главное. Не было епископата. В мое время баптисты называли старший пресвитер. А сейчас епископ. То есть они видят, старшего пресвитера нету такой должности. Они обнаглели до предела. А теперь, а у нас вот здесь было вот так, стоит кверху. Я говорю, а что он означает? Такой, как ломик стоит кверху на их молитвенном доме, кверху. Я спрошу того, кто ставил. Мы близко знакомы. Ну, это как палец, мы показываем, идите на небо. Так вы палец не могли изобразить? Рука и палец. У мусульман рука. Заходишь к ним в мещень, такая эбонитовая рука черная и показывает на Мекку или на Медину. У вас этого нету. А сейчас крест поставили. Крест, настоящий крест поставили. И главное, иконы, идолы. А сейчас так разрисовали молитвенные дома везде. То есть у них нет константы. Она все время меняется. Что такое секта? Был такой миссионер-проповедник Лазар Кунцевич. Он говорил, секта – это нечто грозное, зловещее и неуловимое. Ну, грозное это, понятно, грозит муками адскими, кто-то за ними пойдет. Зловещее, почему? Когда настоящее лицо показывают, социализм, а там одно чудище показывается. Что у них делается? А неуловимое? Мы с ними беседуем. Адвентисты седьмого дня у меня пришел их лжепрессмитер. Беседуем, а я все записываю, записываю. Я говорю, ну ладно, вы так понимаете. А другие так понимают? Да нет, я говорю, я с этим магнитопоном приду к вашим и проиграю вам. А я откажусь, скажу, не я, говорил. Ну, голос-то твой. Ну, блядь, как маленькие ребятишки. Ну, как же ты откажешься-то? Может, ты же не один свидетель, а они сознают. Так у тебя и веры, оказывается, никакой нет. А я думал, зачем же ты ко мне в комнату пришел воздух портить? Да. Слава Богу, что мы православные. Да, слава Богу, что мы православные. Бороду больше не брейте, не прикасайтесь к ней. Где бы ни были. Вот у нас один нынче принимал крещение, вы найдете его. В чат рулетка занятия идут. Знаете это? Не рулетка, говорю, в чат свой. Вот вы можете участвовать в наших занятиях. Я вам скину. Скину эти материалы, как поговорим, не отходите далеко. И там говорится, там вопросы, сейчас идут занятия по святым отцам. Новый завет проходим сейчас. Сейчас идет у нас, кажется, послание Иоанна. Первое послание. И там вторая половина, это полчаса, вопросы и ответы. Тогда вы можете мне вопросы задавать. Какие будут? Смело заходите и будете как свой человек. У нас, которые есть, они не скрываются. Бороду не трогать. Никак. А почему? Я вам скину материал о борода-бритии. Все. Я знаю. Я знаю. Знаете? Сейчас тяжелое положение. Вы же видите, как зарубежное. Граф Орлов, я имею в виду Антоний. Он там в Калифорнии, но он болеет, он сейчас болеет. А я нахожусь в части, в той, которая это архиепископ Андроник. Это тоже часть. А Орлов, Никита Феоктистович его, у меня свое имя. Да, он пылеет, он сейчас тяжелое. Он в Калифорнии был два раза только. Приезжал. Я у них был, жил на квартире в Лос-Анджелесе. Я их знаю, всех этих. Он патриот настоящий. Патриот. А возрождения не было никакого. Он мне говорит, ну вот вы признаете советскую власть. Ну, раздана так, так скажите. А вот татарская ига, такое же было, как коммунисты? Нет, конечно. Там такие льготы были церкви, что на них налоги не накладывали, ничего. Чингисханцы. Там вообще, ну так а что делали? Фергий благословил. Князь Донской срубил им голову. Так сегодня надо на танки садиться и коммунистов давить. Это он мне говорит. Нет. Бог попустил, и мы должны принять и благодарить Бога. В плен отправили. И они молятся о здравии того начальника. И они где-то... Эта книга не Емьи говорит, Ездры. Все книги об этом говорят. И там Господь вас высылал. Садите виноградники, жените, выдавайте замуж. Им сказали, что делать. Парудет, 70 лет, вы выйдете. Я в Америке был, в Жандарвинском монастыре. И мне пришлось там говорить слово на тему будущая русская эмиграция во свете Святой Библии. Там были китайцы, корейцы с переводчиками. Очень хорошая встреча была. Ну, замечательная. И меня, когда я вернулся в Синод, спросил, и там митрополит Виталий был тогда, вот этот Иларион. Ну как? А до этого я везде-везде возил меня Сакраменто, Вашингтоне, там у Виктора Попова жил на квартире. И понравилось. Я говорю, нет, вы такие же, как православные, и московская патриархия, ничем не отличаетесь. Ну, только то, что, может быть, полное погружение у вас. А остальное вам нравится то, кто против московской патриархии. Тогда было. Я им это сказал. А когда вернулся в Жандарвин, меня спросили, понравилось? Я говорю, да, мне понравилось. А почему? Там ночные молитвы. Ну, мне понравилось. Ой, они так рады были, что мне наконец-то понравилось. А я освободился, когда из тюрьмы, а таких они любят там. И мне сразу два приглашения было. От вот этого Илариона, который сейчас, и от митрополита Виталия в Канаду и сюда. Ну, я не хотел ехать. В каждом университете всем задавал вопрос ехать, не ехать. И так я не решился. Ехать, ехать, другие не ехать. Вас знают, вас там просто отравят или еще что-то. Ну, не знаю. Меня избирали на конгресс международный. Это было у них тогда, кажется, Лозанна собирались. Я уже все оформил до этого еще, до поездки в Америку в 92-м году. Вот уже все. Меня раз, отрубили и все. А почему? Ну, указания пришли. Даже не могут высказать, какая причина. А когда там показывали, доходят, Россия, Лапкин, пустое сидение. Международный конгресс верующих был. Я думаю, и хорошо, что не отпустили. Что бы там было? Как папа Иоанн Павел I. Чашечку или Никодим Ротов. И кверх ногами. А я-то не уступил бы им. Стал говорить о их масонстве и все. Это все от Бога. Что не пустили, я поблагодарил за это Бога. И когда в Америку уезжал, в Москве первая посадка, до Финляндии летит, Финэр должна была до Америки доставлять. И в это время, подхожу я уже к трапу, подходит офицер, пограничник. Так, Лапкин, пройдемте со мной. Как пройдемте? У меня тут все уже нет. Да я вещи... А вещи у меня в руке все. Да билет у меня... Это не ваша забота. Билет вернут вам. Сегодня вы не полетите. То есть что-то они еще обо мне не узнали. Вернули меня. А потом... А потом прошла неделя, я пришел, без препятствий надолетел. Видите как? Надо Богу доверяться. А Господь, Он знает, что надо. Вот. Когда узнали, что я не то, чтобы на танки не сажать коммунистов, не давить, они разочаровались во мне. Ну, и вы такой же, как... Ну, а другой, как я бы... Я и вам этого не советую никогда делать. Нам это не заповедано, свергать власть. Божья Матерь была точно, как и Христос, как колония. Израиль-то был под римской властью. И Павел даже хвалился, я и римский гражданин. И вот. И она в переписи пошла. И Иисус маленький уже в переписи. Они признали эту власть? Это от Бога поставлены были. Но я почему не должен признавать, не знаю. Меня спрашивают в Америке, вот едем дорогой, понравилось, нет? Понравилось что-то. Но я домой не знал, когда вырвутся. А у нас русские уезжают, у меня племянники туда все переехали. Зачем? Да мало того, теперь еще начинают там Америка, там это Дональд, там хорошо, это хорошо, а у русских там плохо, это... Позвольте. Тогда мы вам напомним. А Ливию кто разбомбил? За что Каддапи убили? А за что Сербию кверх ногами поставили? Не Америка? Может быть, это Россия это делала? Да ты для этого поехал в Америку, чтобы теперь лизать им что-то? И тебе дадут работу. Еще и гражданство не дали, и ты уже вылупаешься. Так, минутку. Володя подошел. Я попутно вам кое-что и про Америку-то хотел сказать, вот говорю. Мне понравилась там вот эта щетка где-то. Ну вот это вот, в лагерь приехали там, детский скаутский лагерь. И там они, я говорю, а что они делают тут? Воду, хлорируют там, дистиллировали купать. То есть, да с чего же ради-то у нас пруд запрудили, купаются дети. Не положено. То есть, то, что я детей физически наказываю за непослушание, сразу посадили бы. Вот, юргинальная инвестиция. Ну, а у меня под окном крапива растет, я ее раза два скосил и все. Мы живем свободно. Тут одна в Москве, знакомый наш, и он был гидом. И англичанка одна молодая полюбила его, и они женились. В Москве живут. И она лет пять прожила, поехала опять в Англию, приехала, не хочу туда. Говорит, там все зализано. А тут у нас бревна лежат, второй год под окнами. Никому мы не нужны, строимся. Вот к этому беспорядку, который для нас вреда не представляет. Душа наша родилась здесь. Нам приятно это. Я иду, мне собаки меня все знают. А я бы еще туда поехал-то. Мне, как диссиденту, мне бы и там назначена была пенсия или что-то другое. Это определенно сто процентов. Я сидел за слово Божие, издал архипелаг ГУЛАГ и проще. Но я нигде не хвалил никакой строй. Строй один хороший, который Господь даст. И ты его признай годным для спасения. Для спасения. Да. Так, познакомься, Александр из Америки. И когда говорили, в это время приехали ремонтики, ты видел все? Нет. И духами твоему. Вот, сейчас я, наверное, сегодня отправляю в Потеряевку. Там и в воскресенье у нас бракососочетание будет. Сын старосты женится. Ну и чтобы заснять все. Сейчас ждем Игоря Барабаша, старосты, приедет на машине, дорогу узнаем. Я рад, что вы зашли. И если есть другие вопросы, не откладывайте. Хорошо. Я поклон все ваши общения. Пусть Бог благословляет вас и помогает вам. Так. И Матери Божьей покроет домофором своим. На будущее. Выбросьте бритву. Первый шаг делайте. Потому что вот у нас, которые обратились нынешние, крещение было. А он в Казани. А у него борода. А он работает в аэропорту. Вызвали, бороду уберили подстрелить. И он говорит, я не могу, я христианин. Насели на него, увольняйся. Ну, вас стали юристы. Показали незаконно. Он говорит, я с бородой. А тут больше Татарстан. Они меня принимают как своего. Я распределяю кому, куда, что. И сейчас отстали. Ни одной волосинки не тронул. У нас одна девушка пошла тут преподавать. Платок убрать. Убирают платки. В американке там все без платков-то. И русские научились это в штанах и без платков. А она говорит, я христианка, я не могу. Директор ей разрешил. Она одна в платке. Да не просто платок. Она как хижаб. Два платка под булавку. Вот так. Сейчас вышла замуж. В Америке живет. Благодарю за беседу. Бог даст. Увидимся еще. Позвоню вам. Да, ладно. С Богом. С Богом. Смотрите. Ну, не позже, как через неделю. А может быть, рано. Если бы не прервали, к утру поставил бы. Ну, наразорвали. Володя. Слышь, а ты соединять умеешь, маленький счастье? Да, умею. Не знаю, ну ладно. А то у нас, который помогает администрация, и вдруг она уезжает далеко, и мне самому к тебе придется. Умею, умею соединять. А? Умею соединять. Не понял. Умею соединять. Умеешь. Ну, я могу отдать соединит, и на ночь закачаю. У меня медленно, правда. Я благодарю вас, Александр. С Богом. Вы в городе будете в России, не забывайте. Вы будете желанным гостем. Если будете переезжать, только с бородой будьте. Тоже желанным гостем. Давайте. В России хорошо. А Америка сейчас... Я был, когда там, скажу, это торговый центр, который завалили, сами же, говорят, американцы. Вот. Я спустился, когда вниз, а там 5 долларов надо, чтобы подняли на... Ну, я там посмотрел, все. Меня возили там из этого, из Синода. А подошел этот ваш коп, большой полицейский, и самой сфотографировался, и говорит, знаете, Россия пойдет вверх, а Америка... Да, он... С чего это он решил мне подсластить, не знаю. Но по всему похоже. В мире нет ничего постоянного. Советский Союз, такая держава. В один день, без всякого выстрела, Гитлер воевал, воевал не добился, а Ельцин пьяный, подписал и развалилась. И когда Горбачеву говорят, ты виноват, он а так руки... Нет, она сама развалилась. Карикатура на него. Ну, хорошо, что Советский Союз развалился. Сколько люди в лагерях сидели за этот Советский Союз. Я считаю, Горбачева героем. Он развалил то, что не могли люди развалить. А иначе у нас бы интернета не было. В Корее наличие телефона, вот такого, горает со смертью. Вот на мужа... У нас не было... Да, я не считаю. Ничего бы не было, ни в седерской поездке, ни книг, ничего бы не было, ни занятий университета, ни встречи с вами. Меня туда не тянет. Я на свободу. С Богом. Все, с Богом. С Богом. До свидания.